Прежде чем встретить нынешнюю любовь, Игорь Крутой пережил крах семейной жизни. В 25 лет он встретил красавицу Елену Бутома. Будущий композитор сделал девушке предложение на третьем свидании. Ссоры начались еще до свадьбы. Невеста отказалась брать фамилию мужа. Дальнейшая жизнь тоже не задалась. Крутой не мог пробиться в шоу-бизнесе, а жена не хотела мириться с бедностью. В конце концов Елена ушла от мужа, будучи беременной. «Ушла она, а не я. Я думаю, что просто не было любви с ее стороны. Я ей благодарен за то, что она была честная, за то, что приняла такое решение, потому что с каждым годом было бы все трагичнее», – рассказывал Крутой. Игорь Крутой с детства буквально пахал в музыкальной сфере, осваивая баян, пианино, рояль и понемногу записывал в стол мелодии. Родившись в райцентре Гайворон, Украина, он вернулся туда после музыкального училища и за джазовые переборы клавиш был сослан в село Бандурово в том же районе. Было это в 1974 году. Игорь быстро оценил отсутствие перспектив и успешно провалил экзамены в Киевскую филармонию. Через месяц он поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, который окончил в 1979 году. Стипендий на жизнь не хватало. Крутой подрабатывал пианистом в ресторанах, где и познакомился с Александром Серовым. С трудом дождавшись получения диплома, он вместе с Александром впервые поехал с гастролями по СССР и оказался в Ленинграде. Там он и встретил Елену, красавицу, девушку своей мечты, и через два дня после первой встречи предложил ей руку и сердце. Елена приняла предложение и согласилась на знакомство с родителями. Она шокировала интеллигентную семью крутых умением курить и пить, но ради счастья Игоря папа и мама не стали возражать, и в конце 1979 года влюбленные расписались. В Ленинграде после гастролей делать было нечего. Игорь оббивал пороги радиостанций, телевидение, предлагал мелодии, но везде получал отказы. Медийным руководителем было не до новаций, надвигалась Олимпиада-80. Поэтому пара перебралась в Москву, в квартиру Елены, доставшуюся ей от отца. Парт-работники могли себе позволить дарить, точнее выбивать жилье для отпрысков уже тогда. Для Крутого отказ жены взять его фамилию при регистрации брака стало неожиданностью. Он был влюблен, но Елена жаждала доходов здесь и сейчас. И к 1981 году превратилась семейный очаг в ад. Папа к тому времени давно не стало, но статус героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Сталинской премии и должность министра открывали многие двери. Так Лену и пристроили наследники в одно КБ. Ходить на работу было не обязательно, но 120 рублей в месяц и премии поступали регулярно. Столь же регулярно поступали чеки, которые можно было отоварить в березке. И Елена регулярно спускала все, что ей дарили на шмотки. Олимпиада 80 вызвала ажиотаж на внешний вид, тогда и возник один из первых флешмобов «Найти состоятельного мужа и жизнь станет сказкой». На реверсе намека на оттепель 80-х было крутое закручивание гаек после открытия границ. И Игорь Крутой остался без работы. Каждый чих и аккорд проверяли те, кому следует, и аресты даже в ресторанах были обыденным явлением. Неудачник, ничтожество и прочие вечерние поиски, ругательств Елены так выбивали Игоря из колеи, что он иногда спал в подъезде. Беременность Елены добавила накала, и она объявила, ей такой аккомпаниатор не нужен, она будет искать настоящего мужчину. Пока беременность была незаметна, Елена лихорадочно клеила перспективных мужчин, но из этого ничего не вышло. Наряды становились все теснее, и все заметнее было, что это голодная, но прилично одетая баба с прицепом. В этом периоде счастливого брака Елена ничего не приносила в дом, кроме тряпок. Периодически устраивала скандалы с соседями, которые Игорь с трудом мог погасить. Непростые были у них соседи. На третьем месяце беременности она объявила супругу о разводе и выставила его с вещами буквально на улицу. Два года он буквально скитался, подрабатывал в ресторанах Московской области, иногда покупая билеты на поезд, чтобы поспать в нормальных условиях. Записи трудовой книжки не было, и Елена мало того, что запретила общение с сыном Николаем, запугивала его арестом по статье за тунеядство. В 87-м году Елена ударилась в шоу-бизнес, поскольку богатенького Буратино так и не нашла. Некоторое время подвязалась на радио, пыталась пробиться на телевидение, но не вышла. Хамское поведение и общая необразованность сделали ее персоной нонграта в медийном пространстве. В 91-м году она продала квартиру и съехала на дачу, вложив денег в собственный проект, который прогорел до того, как начался. К этому времени Игорь Крутой уже был едва ли не первым лицом российской эстрады и, обойдя запреты на общение, помогал сыну. Сегодня Елена Бутома представляется как Елена Крутая, показывая фото старого паспорта и почти не выходит на улицу, проживая в квартире, купленной сыном. А сама Елена кусает локти, ведь она выставила за дверь человека, состояние которого сейчас мало кто может оценить. Ему понадобилось почти 15 лет, чтобы снова научиться доверять женщинам. Но сегодня его вторая супруга Ольга – это то самое счастье, как и вся семья. А Крутая, в кавычках, Елена, словно бабка из сказки, осталась ни с чем, превратившись в старуху, которая могла бы быть сегодня на всех каналах, а осталась у разбитого корыта. Если бы не сын и бывший муж, она бы давно опустилась на дно, которого так боялась, когда третировала человека, который ее любил по-настоящему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова